привет дорогие мои идем исследовать что происходит на нашем огороде после жутчайшего вчера проливного дождя хорошо так вчера промочил дождь землю посмотрим сейчас какие первоочередные задач перед нами стоят вот а еще сегодня уже 31 июля детки наши уже скоро пойдут в школу и самое главное у меня это юля она самая маленькая мне нужно ее готовить в школе и при хорошем раскладе сегодня мы сделаем шмон того что у нас осталось с прошлого года одежда канцелярия все сегодня посмотрим по перепишем вот и посмотрим что нам останется еще закупить мы там уже наложили с ней в корзину на велберес на 11000 одежды и обуви вообще слушайте я вообще не знаю где буду на это деньги на все брать где мне брать на все на это деньги болею лекарства теперь меня увеличились 3000 теперь месяц лекарства дом надо доделать ребенка в школу собрать вообще не знаю что делать так ну что 31 июля нужно обрезать клубнику полностью чтобы она набирала уже в зиме свежую сильную листву которая будет ее собственно говоря зимой защищать ну что арбузы наши растут помните да я делала замеры арбузов такого они размера но это очевидно что он вырос конечно не так как обещали мне в интернете некоторых роликах но все равно он конечно подрос и вот тут руки подросли значительно ну ладно это такой мой первый опыт с арбузами любые другие мои попытки до этого вообще не приносили никаких результатов поэтому конечно на следующий год я сделаю правильную грядку правильную посадку вот дыни садить не буду буду садить только арбузы вот это это городство дыни они не растут сибири в общем с этим понятно травой посмотрите все позаросло здесь по наросло крапивы по уши так это то что мы в этом году называли горохом все это окончательно загнулась у меня не знаете какая идея я хочу а расшелушить его весь достать все эти слушайте ничего я не буду делать тут тупо ничего нет вот сколько юля смогла поесть в этом году из этой огромной массы столько она и поела все остальное я сейчас снимаю и отдам уткам пусть едят так экспериментальная картошка в этом году у меня не вышла не созрала фитофтора не особо-то и хотелось да я уже все ухаживаешь ухаживаешь так здесь что у меня получается здесь получается вот это помидоры да которые растут на улице выглядят они конечно намного выгоднее чем помидоры которые растут в теплице я уже вам не один раз говорила скорее всего уже себе еще раз скажу что я не буду больше помидоры садить в теплице максимум что я буду садить теплице это перец и огурцы может быть еще арбузы видите какая большая разница помидор от тех которые растут на улице и от тех которые растут здесь здесь малыши клопыши ну черри юля просто не дает вызревать поставить вчера сюда захлестала все надо убирать лопату брать убирать вот поэтому конечно нет я больше не буду ни за что на свете тратить место в теплице и садить там помидоры сколько лет уже практикую на улице помидоры куда красивее больше мясистее вот надо собрать чтобы они у меня на полу не валялись положить в коробку пусть дома краснеет так капуста что с капустой но цветная капуста ведет себя очень плохо из всего ряда вот раз маленькая есть два очень маленькая есть и три очень маленькая она чем-то заболела я ее обрабатывала листья надо убирать эти заболевшие это что касается цветной что касается брокколи вот одну я съела вот еще одна два куста уже пустотил их выбросила отдала утка и вот еще знаете в прошлом году я высадила куда больше и что и не было вообще ни одной ни одной капуста не цветной не брокколи в прошлом году не было нет в этом году я даже еще и особо и вообще не ухаживала в прошлом году я еще и лелею они у меня там другом месте в грядке сидели ну и чё-то вот так вот узнать бы что это за сорт смотрите какая красавица капуста просто шикардозная вот 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 что во первых июне жрут футфут футфут что-то там были какие-то попытки мы побрызгали и все вот а вот смотрите тоже в это зимняя видно сразу вот тоже зимняя смотрите мы тоже пытались жрать мы и побрызгали но вы видите хоть одну похожую шикардозную ни одной ни одной потому что она как завязывается это из-за большой жары хотя мы все конечно заливаем как положено но это обычная салатная вот одну мы съели сегодня эти две штуки сниму потому что они уже не растут сниму их тоже замариную это на повседневную ну что это вот та самая как ее ой забыла потом скажу в общем с обалденными жаренными листьями то есть если жарить листья то это просто объедение вот и никак не могу понять что мне делать самой этой капусты как ее есть оказалось же что где-то вот грубо говоря половина нормальная мякоть обругается половина после долгой варки даже какие-то палки в ней ладно посмотрим так мы здесь у меня редиска второй заход на мелко мелко еще очень и второй заход у меня получается укроп а здесь еще прошлогодний банки морозилки он лишним не бывает поэтому вырастет я его тоже нарежу там банку сложу за морозилку это разных сортов редька репа знаете люблю салат очень редька и морковка но раньше это я заправляла майонезом теперь придется заправлять каким-нибудь обезжиренным йогуртом но это очень вкусно кто ел он знает это вообще безумная вкуснятина но это пять выживших любимых юлины капусты ничего да ну так себе тоже формируется плохо из-за жары ну ребят ну что выбирать мне все вот прям заросло вот кто скажет что у меня много травы на огороде ну да много травы я вам уже как-то в одном видео рассказывала что раньше у меня вообще травы не было на огороде я сама убивалась людей на немало которые мне ее пололи если мне было некогда очень много денег тратила на который сжигает это вот это все во всяких там дорожках везде у меня ее не было кто теперь поделать в данном случае как есть вот эта дорожка под люка смотрите как сильно заросла вот и что а и здесь тоже все надо обрезать а тут дорогие мои смотрите что есть тоже хожу смотрю фасоль стручковая это спаржевая вкуснятина необыкновенная свечет и свечет думаю так где плоды думаю дай-ка я загляну о но они же мои хорошие вот они смотрите вот они видите они молодые еще вот и мне нравится ее всегда так много на кусты видно вам вот ее все еще молодой еще рано есть конечно пусть подрастает вот ну что это базилик ребята помните базилик вот такой вот который в теплице у меня в гаджике вырос и базилик вот который на улице все он уже начинает набирать цвет он уже уходит в цвет он уже не вырастет и при этом несмотря на то что на улице стоит 30 градусная жара регулярно поливаю видите нет сорняков то есть я ухаживаю ну вот такой базилик на улице в сибири а это пресловутая огуречная трава а со вкусом огурца первый раз жизни увидела в магазине думаю вау классно салаты я вообще люблю зеленая все зеленая есть вот и купила ребята это невозможно жрать не думайте покупать ну это мое личное мнение конечно вот это огуречная трава боже это невозможно какая же она невкусная дорвоты фу вообще ну вот такой объем работ значит обрезать две грядки и убрать горох это все на сегодня по физическому моему моему труду если что вечером еще что-то потом пойду с юлей там все раз рассматривать что там у меня по школе и что мы посмотрим в общем давайте ребят сейчас будем заниматься ой ребят не могу спокойно смотреть это уголка сюда я так же наверно не вспомните пересадила свою черноплодную рябину который у меня нифига несколько лет не росла там ну а потом саша задание покосить здесь хочу очистить ее посмотреть что там с ней жалко же ой замечательно красота полезная вещь такая отравовка вроде живая рябина это многострадальная блин не знаю кто как избавляется есть у кого-то секрет как вывести крапиву господи я здесь уже ее столько с ней не делала с этой крапивой она все равно растет без ума это крапива на общем вот она это рябина ну вот огородила перри ничего не грозит теперь пусть скосит мне здесь вся искрятилась как старая бабка ну потому что я вся обстрекалась все теперь чешется это крапивы ну вот смотрите представляете бедная черноплодка 7 лет ей уже представляете а должна быть огромным деревом ну или хотя бы кустом я конечно не знаю что это за сорт ой люка смотрите сколько много а там вообще мой кошмар ну что вот это еще суткам дадим до ребят пожрут ешьте дети мои я смотрю вы не очень подирается гораздо не хотите жрать не голодные что ли а ты че такой мокрый обрезанный господи ребят смотрите какой как будто тебя уже в кипяток окунули и приготовили это на конвейер и таки тоже мне да за всю мою историю земледелие за всю мою историю огородных работ меня никогда не было так чтобы вот так не было горох и никогда такого не было понятия не что это такое что не понравилось этому гороху семена так семена тоже разные были я всегда разносорт сажу сажаю как правильнее сказать кошмар да и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»